Серия закончилась на очень красивом и трогательном моменте. Тан Сан сделал предложение Ся Ву и они обручились. Всё выглядит очень празднично и торжественно. Ся Ву в длинном свадебном платье с вуалью такая красивая, а внешний облик Сана практически не поменялся. Он сделал предложение Ся Ву и для этого приготовил роскошное кольцо с бриллиантом. Ся Ву так долго ждала этого момента. Конечно же она ответила «да». А своё благословение дала не только мама Сана, но и мама Ся Ву. Мы видим их вместе. Но как же Ся Ву вернула свой разум? Дело в том, что она смогла на короткое время воссоединить душу и тело. Поэтому Тан Сан воспользовался этой возможностью, чтобы обручиться, учитывая то, какие опасности их ждали впереди. Так что в следующей серии мы увидим свадьбу Сана и Ся Ву, только во всех подробностях. Анонс лишь подогрел наш интерес. Но всё самое главное нас ждёт в следующей серии. Также совсем недавно вышел анонс к 159 эпизоду «Боевого континента». В нём находится немало интересных деталей о том, что произойдёт дальше. По сюжету, 7 монстров Шрека прибудут на остров морского бога, чтобы тренировать свою духовную силу. Там нашим героям придётся пройти много испытаний. Итак, согласно трейлеру, после того, как Тан Сан и Ся Ву обручились, они возвратятся в небесный город. Под руководством Нин Фэн Джи Тан Сан отправится во дворец, чтобы встретиться с императором. Император наградит Тан Сана за его помощь в спасении. Он подарит ему особенный могучий артефакт, который будет очень полезен в дальнейшем. Также юный принц внезапно падает перед Саном на колени. Первое. Возможно, он хотел извиниться за свою неосторожность по отношению к лжепринцу. И второе. Он надеялся, что Тан Сан примет его как ученика в клан Тан. Возможно, таким образом укрепив отношения между Небесной Империей и кланом Тан. После того, как Тан Сан прибудет на остров морского бога, ему придётся пройти ряд испытаний, чтобы остаться на нём. Но все подробности мы увидим в серии. Не будем забывать, что в прошлой серии дядя Тан Сана обещал научить его тайным техникам клана. И согласно новелле, эти две техники были даже более могущественны, чем хаотичный покров молота. А мы помним, что именно этой техникой Сан смог разбить могущественную сферу ангела. Так что, как видим, впереди нас ждут очень интересные события. В видео я старался не упоминать подробностей и не говорить особых спойлеров. Если же вам наоборот было бы интересно узнать в подробностях события следующей серии, напишите об этом в комментариях. Возможно, я сделаю такой видеоролик. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на этот, а также мой второй канал, чтобы не пропустить новых видео. Всем пока!